Первый уровень из восьми был чистилищем, но никто из его обитателей так это место не называл. Каждый из терзателей или терзаемых именовали окружающее их пространство стеной. Прошедшие через жуткие испытания грешные души были целиком и полностью уверены, что им осталось совсем немного. Нужно взять металлический скребок, посильнее потереть запятнанное отвратительными поступками сознание, и можно отправляться в рай или обратно на землю, кто как захочет. Мужчины и женщины, старики и старухи, помешавшиеся из-за ужасов и страданий, которые им довелось пережить за сотни миллионов лет пребывания в аду, каждый новый день с рассветом приходили к стене и становились в длинную очередь, ожидая момента, когда покинут чистилище. Собирая чемодан, закидывая внутрь старые, порванные, пропитанные запахом дыма и серой вещи, иногда одни, а иногда и целыми семьями торопились, топча друг друга, чтобы быть первыми, кто скинет с себя этот страшный груз непрекращающегося ужаса. Барьер, за которым якобы находилась свобода, выглядел, как неровная серая бетонная стена высотой несколько сот метров и шириной не меньше сотни. Из нее торчали изогнутые ржавые арматурные прутья. Казалось, каждый день ее бомбит артиллерия, так как от нее постоянно откалывались огромные тяжелые куски. Падая, они нередко давили под собой сотни гнилых, глупых грешников, мечтающих выбраться из ада. Над барьером круглые сутки день и ночь проносились свинцовые тучи, сквозь которые никогда не пробивался солнечный свет. В нерушимой крепкой стене, которая была настоящей стеной плача, у ее основания каждые несколько сот метров находились трещины, столь узкие, что в них даже худой человек мог застрять навсегда. Это и были выходы из чистилища, у которых стояли очереди, извивающиеся и уходящие за горизонт на многие тысячи километров. Находящаяся в одной из очередей старая, худая и высокая женщина со строгим лицом и печальными глазами, содрогаясь от холодного ветра, будучи абсолютно ногой, ждала своей попытки залезть в трещину. Перед ней было всего пару человек, которых не смущала обнаженная старуха, так как они, как и все прочие, смотрели дикими голодными глазами точно бездомные псы на выход и того, кто этот выход охраняет. Высокие мужчины и женщины три метра ростом были облачены в темно-синие туники и острые конусообразные колпаки. Из их пустых глазниц постоянно сочилась кровь, стекающая по щекам, испещренным неестественно глубокими морщинами. Далее кровь попадала на тунику, а с нее на холодную промерзшую темно-коричневую землю. Они всегда улыбались, обнажив пасть, в которой нет зубов. Отпуская очередного счастливчика, проводники на ухо шептали им что-то и помогали как можно быстрее оказаться в трещине. Иногда эта помощь была даже насильственной. Никто из грешников не знал, что с обратной стороны стены их ждет не рай или земная жизнь, где можно все сделать иначе, а новый уровень преисподней, персональный ад, где живет то, что пугает их лично. Перед замерзшей обнаженной старухой остался лишь один человек, позади были миллионы. Еще немного, и она будет свободной. Пожав плечами, игнорируя холод, грешница улыбнулась. Рада, что все так. Наверное, нужно было через это пройти, чтобы все осознать и понять. Трусливо говорила она, пытаясь убедить окружающих, что стало хорошим человеком. Все правильно, и я рад, что мне дали возможность исправиться. Столь же фальшиво и трусливо вторил ей стоящий за спиной толстяк. Последний из грешников, отделявших старуху от проводника, исчез в темноте трещины. Глубоко вздохнув, она с чувством выполненного долга подошла вплотную к барьеру и остановилась. Высокое жуткое существо немного склонилось над очередной счастливицей. «Агата», – с трудом произнесло оно. «Моя хорошая, мой любимый знаток еврейского вопроса». Проводники из-за того, что в их ртах не было зубов, говорили странно и неразборчиво. Однако грешники их очень хорошо понимали. «О, да, великий проводник», – волнуясь, отвечала она. «Ты стерилизовала женщин и мужчин в концлагерях и с пылающим взглядом убивала болезненным ядом еврейских и славянских детей. Сколько их было? Тысяча, две? Три тысячи семьдесят два?» Еле заметно улыбнувшись, сказала она, «не своя взгляда с темноты, скрывающейся внутри трещины. Так много страдала, так долго платила за содеянное. Теперь ты свободна, ступай и получи то, что принадлежит тебе по праву. Я не вижу твоих грехов, потому что у меня нет глаз». Проводник выпрямился, сосредоточившись на следующей жертве. Агата, как и все счастливчики, до нее нырнула в трещину и стала пробираться сквозь темноту куда-то вперед. Ее совсем не заботил тот факт, что обнаженное дряхлое тело кровоточило из-за острых выступов, торчащих внутри непроглядной темноты. Но разве это могло ее остановить? Еще немного, и боль страдания прекратятся. Агата увидела свет где-то вдалеке и ускорилась. Приблизившись, она поняла, что видит деревянную стену и окно, за которым находится живой красивый летний лес. «Наверное, это мой новый дом и новая жизнь, где я буду счастлива, где все будет хорошо». Наконец, путь через трещину закончился. Она выпрыгнула из темноты и приземлилась ножками, облаченными в черные лакированные сандалики на деревянный пол. Агата была уже не старухой, а милой девочкой, лет восьми, одетой в скромный красно-черный сарафан, на котором были изображены незатейливые бутоны цветов. Счастливая маленькая девочка, понимая, что не чувствует боли, наслаждаясь своим невинным возрастом, осмотрела себя, покрутилась на месте благодаря судьбу за то, что все закончилось. Вслед за этим она решила осмотреть дом, где, наверное, будет жить счастливо и беззаботно. Спустя несколько мгновений место стало казаться ей знакомым. С каждой новой секундой ощущение усиливалось, и очередная щепка, доска и угол раздражали своим напоминанием о себе. Окончательно все стало на места, когда маленькая Агата увидела на потолке металлические трубы, которые пронизывали всю крышу. Это был не дом, это был барак, в котором по трубам пускается газ, удушающий и убивающий людей. О нет, задрожала от испепеляющего страха Агата. Она обернулась и посмотрела в единственное окно в бараке, в надежде разбить его и выбраться наружу. За ним стоял проводник, который, склонившись, заглядывал внутрь. «Я не вижу твоих грехов», – спокойно сказал он, – «но я слышу их». Вдруг внутреннее пространство барака наполнилось криком людей, всех тех, кого хладнокровно убила или мучила Агата при жизни. Крики были невыносимыми и непрекращающимися. Обнаженная старуха упала на колени и закрыла руками уши. «Нет, пожалуйста, не надо», – орала она, не жалея горла. По подвешенным у потолка металлическим трубам пошел газ, и Агата стала задыхаться. Но она не умирала, и агония длилась часами, которые должны были превратиться в вечность. За окном, с улыбкой, смотря на мучения старухи, плясал проводник с пустыми кровоточащими глазницами. Лишь однажды он на мгновение остановился, чтобы сквозь непрекращающийся и стошный крик жертвы сказать «Добро пожаловать домой, Агата». Сегодня я расскажу вам, почему я стал личным биографом сатаны и для чего написал его биографию. И даже покажу настоящее фото нашей очередной с ним встречи. Если ты смотришь это видео, ты и есть настоящее сопротивление, злу и невежеству. Вы на канале Нулевой Пациент. Мы растем лишь благодаря вам, поэтому, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, поделитесь этим видео и жмите колокольчик. Мы начинаем. Насколько слаба наша психология и насколько сильно навязанное мнение? Взгляните на этот символ. Мы все знаем, что перевернутый крест наряду с перевернутой пентаграммой демонический и злой символ. Символ сатаны и нечистой силы. Зная о его происхождении все, мне по-прежнему на это изображение смотреть неприятно. Но почему? Потому что эту непризен мне внушили очень безграмотные и невежественные люди. А еще, конечно же, кинематограф, а также позеры, поклонники дьявола, которые такими не являются, потому что ничего не знают. По преданию, во время гонения императора Нейрона на христиан, в 64 году н.э. апостол Петр был распят вверх ногами. Он пытался бежать незадолго до этого ночью из Рима, но повстречал Христа или по некоторым источникам ангела. Петр спросил, куда ты идешь? Спаситель ответил, иду в Рим, чтобы быть распятым вновь. Апостол Петр понял, что бежать неправильно. Вернулся и был распят. Но он попросил, чтобы его распяли вверх ногами, так как он не достоин умереть, как его учитель. Вот и все. Но кто-то может мне объяснить, почему это символ темных сил и дьявола, а этот добра и христианства. Ведь крест вверх ногами – это великомученическая смерть ближайшего апостола Христа. И мы также должны его почитать и носить, как оберег. Верно? Ведь логика именно такая? Или суть не в том, что перевернутый крест – плохой символ, а в том, что распятие не очень хорошее. И могущественный враг, убив своего врага, оставил напоминание каждому человеку, приходящему в храм. Мы убили его. Смотрите, он все еще там страдает беспрерывно и умирает. А почему бы не сделать его красивым, сильным, улыбающимся, побеждающим тьму, и страдания в окружении детей и людей в каждом храме? Нет. Пусть висит и страдает. Когда-то я остановился в шаге от того, чтобы поступить в университет Фомы Аквинского, единственный в мире вуз, который признает католическая церковь. Четвертый курс обучения проходит в Риме. Я должен был посвятить всю свою жизнь святой церкви и стать священником. Я стремился к этому, но я отказался. И причина тому мне известна, правда. Любящий и чудесный библейский бог отобрал жизнь различными жуткими способами у двух миллионов четырехсот семидесяти шести тысяч человек, а ужасные и жуткие сатана у десяти. При этом он выступал не как исполнитель, а как подстрекатель. Самый достоверный изначальный источник, рассказывающий о падшем ангеле, искусителе, иудейске, Ветхий Завет, Тора и Талмуд. Так вот, там у него нет никаких рогов и никогда не было. А есть рога у греческого бога Пана – бог пастушества, скотоводства, плодородия и дикой природы. Он стал спустя тысячи лет прообразом не только для внешнего вида сатаны, но и для классических адских чертей. Но первоисточник гласит – никого дьявол не убивал и рогов нет. Найти и показать вам нечто подобное очень сложно и почти невозможно, но я все-таки сделаю это. Перед вами мозаика шестого века нашей эры – Сан Аполлинаре Нуово Равена. Христос отделяющий овец от козлиц, слева от Христа – дьявол, рогов и страшного лица нет. Уже после тысячного года этот образ меняется и приобретает классические черты. В иудаизме, а именно он есть самый авторитетный источник знаний об этом персонаже, Самаэль – всего лишь ангел смерти, приходящий к грешникам с кривым тупым ножом, чтобы отобрать у них жизнь по воле любящего людей бога. Он не очень хороший парень, но отнюдь и не вселенское зло. Дьявол, сатана, люцифер, падший ангел, иблиз и так далее. Почему так много имен, и одни ли и те же это персонажи и создания? Я думаю, можно сказать четко и честно – никто ничего о сатане не знает. Все эти детали, каждая написанная книга после того, что написали изначально иудеи, даже то, что написали сами иудеи позже – всего лишь додумки, чье-то личное мнение и интерпретации – это самый загадочный и нераскрытый персонаж среди всех во всех религиях. И это его главное достижение. Я обожаю всех этих милах, открывающих гатарские... ...тоннель и их якобы демонические пляски с врагами. Славные парни, открывающие храм дьявола в Детройте. Особенно статуя мне понравилась с рожками. Ну и, конечно же, все прочие, кто убежден, что он сатанист. Это очень мило. Ведь мы видим... ...как развивался культ, основанный на полной чуши и лжи. Жалко только милых и добрых людей, конспирологов, воспринимающих все вышеперечисленное всерьез. Мы виделись с сатаной девять раз. Мы – заклятые враги. Именно поэтому я стал его личным биографом и написал его правдивую биографию. Вторая глава моей книги описывает сцену его падения на землю. Именно в дни, когда я писал этот момент, когда рождались строки, он показал, как это происходило, чтобы я нигде не ошибся. И мне удалось сделать фото. Величественный, красивый и гигантский. Еще одна его ложь. Моя книга, которая именуется «Самоэль. Биография сатаны», наконец-то вышла. С идеальной и красивой обложкой. Из-за нее и были все задержки. Издательство «Саммит. Книга» забрало себе основное количество тиража, чтобы распространить по всем магазинам, в том числе и интернет. Но специально для тех, кто просил зрителей и подписчиков, я успел выхватить 300 копий книги. Уж извините за такой бизнес-момент, но это моя работа. Только у меня можно будет приобрести эту книгу в Украине с бесплатной доставкой новой почтой за 250 гривен. Книга большая, так что цена очень хорошая. От меня вы ее получите с личным автографом и персональной печатью. Уверяю, так как фокус-группа уже читала эту книгу, вы не пожалеете, она вам очень понравится. Далее, 50% или даже больше зрителей и подписчиков канала «Нулевой пациент» из России, Казахстана, Белоруссии, США и других стран. Можно отправить книгу вам, даже на домашний адрес по почте, но цена будет выше. Если кто-то захочет, без проблем. Те, кто любит читать книги в электронном виде, вам будет отправлена книга в PDF-формате, по почте или через мессенджер. Цена, конечно же, будет значительно ниже. 100 гривен или чуть меньше 4 долларов. Процедура заказа простая. Пишите в комментариях под видео, вашу почту, электронную, номер телефона или ссылку на вас в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм с вами свяжутся, оформят заказ и оплату. После этого сразу же книга вам будет отправлена. Или пишите первые мне в соцсети, в Facebook, Инстаграм, а также Телеграм. Ссылку на них, конечно же, оставлю в описании. Если вы приобретете книгу, я буду вам очень благодарен. Сейчас, когда я всего себя направил на канал, и книгу меня это очень поддержит. Да и вы проведете несколько вечеров с удовольствием. Сатана, безусловно, самый загадочный персонаж в мировых религиях. Но это отнюдь не значит, что он хороший или выдуманный. Это лишь значит, что он умеет хорошо скрывать свою тайну. Но теперь у него тайн не останется. Он будет разоблачен, и люди узнают о нем всю правду. Следующий ролик выйдет не во вторник, а, скорее всего, в среду или четверг. Так как я во вторник 11 августа в 16.30 буду о администрации президента с плакатом для того, чтобы защитить детей от извращенцев. Может быть, кто-то еще придет. Буду благодарен. Кричать и дебоширить не будем. Надо показать, что мы есть, и что готовы выходить. А в следующем году мы приведем туда уже тысячу человек. И мы все равно добьемся своего. Если ты посмотрел это видео, значит ты часть настоящего сопротивления. Как всегда, в заключении, подписка, лайк, колокольчик, комментарии и поделиться. Всего вам хорошего. И помните, грядут перемены. Субтитры создавал DimaTorzok